Советская власть под руководством большевиков смогла не только остановить распад страны, начавшейся после февральского переворота, но и оформить новое государство законодательно. Советы в России создавались народом. Советская власть старалась осуществить его чаяния. Поэтому Советский Союз, как продолжение Российской империи, можно с полным основанием считать народной империи. Из книги Владимира Онищенкова «Рождение СССР». Эту и другие книги приобретайте в книжном магазине «День». Да будет день! Подпишись на уникальный архив канала «День». Поддержи наш проект. Ссылка в описании ролика. Значит, первое. Наша тема – отношения наши с Западом, которые перешли в фазу попытки Запада нас уничтожить. Чем это вызвано? Первое. Это вызвано, во-первых, принципиальной мировоззренческой несовместимостью нас и Запада, нашей цивилизации западной, которая проявилась лет 9 назад. И, во-вторых, это вызвано исчерпанностью той модели компрадорского капитализма или феодализма, которая у нас была создана. Значит, с точки зрения стратегия. Сейчас мы живем в условиях глубочайшей трансформации человека. Информационные технологии достигли такой мощи, что позволяют человека лепить буквально как из него, как из пластилина почти все, что угодно. Именно поэтому никогда не была так важна идеология или, если кому-то угодно, религия, как сейчас. Потому что это то, что позволяет сохранить себя прежнего или сохранить какие-то прежние представления. Вне логические вещи, а ценностные вещи. Потому что вещи логические, к сожалению, преодолеваются информационными технологиями. И оказалось, поскольку мы в этой реальности с 91-го года, это не потому, что Советский Союз распался, хотя это одно из проявлений новой эры. Это количественное выражение. В 91-м году в Соединенных Штатах Америки впервые информационной продукции было куплено больше, чем материальной. Это количественный рубикон. Такой же, как вторым рубиконом стал 20-й год. Это переход из мира, если 91-й год был переходом из мира индустриальных технологий к технологиям информационным, из мира заводов и комбинатов в мир бирж, из человека, который трансформировал всю свою предыдущую историю, окружающий мир, и мы инструмента трансформации окружающего мира по своей эволюции, по своему биологическому, психологическому устройству, то в 91-м году мы перешли в мир бирж, и мы из трансформации окружающего мира стали трансформировать свое сознание. Потому что самым рентабельным из общедоступных видов бизнеса стало формирование человеческого сознания. В 2020 году у нас случилась следующая революция, которую мы не заметили точно так же, как революция 91-го года. Это переход из мира бирж, из мира обычных информационных технологий в мир социальных платформ, то есть социальных сетей, которые используются для управления людьми. Людьми можно управлять без насилия, на самом деле. Внешние проявления насилия, они просто оттеняют тот факт, что людьми стали управлять через социальные сети. Люди принимают решения абсолютно свободно, абсолютно самостоятельно, без всякого внешнего давления, на основании своих мыслей, своих эмоций, информации, которая у них есть. Свои мысли, эмоции, информацию, а значительная часть людей, все возрастающие, черпают из социальных сетей, которые им показывают то, что нужно, чтобы удержать их влияние. Это колоссальная революция, если интересно, о ней можно поговорить отдельно, потому что это, наверное, очень самое важное и самое драматичное, что сейчас происходит. Но возвращаясь к нашим отношениям с Западом. Оказалось, что информационные технологии позволяют менять человека, и человек, меняясь, начинает по-другому потреблять. Начинает предъявлять другой спрос на другие товары, начинает создавать другие рынки. В результате условия глобального кризиса, который начался отнюдь не в прошлом году, и отнюдь даже не в восьмом году, в результате глобального кризиса, внешнее проявление которого заключается в нехватке спроса, оказалось, что если человека изменить, то он создает новые рынки. И для того, чтобы освоить эти новые рынки, для того, чтобы заработать больше денег на новых рынках в условиях спада, в условиях кризиса, нужно просто трансформировать человека. В сексуальном плане, в поведенческом плане, в плане разрушения логического мышления и так далее. И оказалось, что ни мы, ни Запад не восприняли это как момент выбора. Мы вообще не заметили, что был какой-то выбор. Но в этой ситуации мы с Западом дали на этот выбор принципиально разные ответы. Западная цивилизация, она сложилась вместе с капитализмом. Собственно говоря, это цивилизация капитализма. Она сформирована капиталом. Капитал формировал ее еще в Средневековье. И с точки зрения капитала, если главная цель существования – это извлечение прибыли, ну отлично, если надо для прибыли изменить человека, конечно, мы будем ее менять. Менять человека. В чем здесь проблема? Если мне для того, чтобы вывинтить винтик или завинтить винтик, нужно взять отверточку не с красной ручкой, а с синий, конечно, я возьму с синий. Я не буду вообще замечать, что здесь есть какая-то дилемма. И западная цивилизация пошла по пути изменения человека. Для того, чтобы создать новые рынки, и чтобы с помощью этих рынков как-то продержаться в условиях глобального кризиса. Мы при всех наших недостатках и даже пороках чуть старше с точки зрения цивилизационной. И мы считаем, что мы живем не для прибыли, а для человека. Вот выяснилась наша фундаментальная несовместимость. Мы тоже здесь не заметили выбора. Как это так? Ради прибыли менять человека? С какой стати? Вы еще скажите, что я ради, так сказать, правильно поглаженных шнурков должен стать гомосексуалистом. Что за глупости? И эта разница проявилась окончательно, вы не поверите, совсем недавно, в сентябре 2013 года, когда товарищ Путин выступил на Валдайском форуме со своей Валдайской речью о том, что нужно запретить развращать детей ЛГБТ пропагандой. То есть, типа, 18 лет они достигнут, пусть делают, что им в голову и в другие части тела взбредет, это уже будут их проблемы, но до 18 лет, что называется, не трожь. Нам это казалось, само собой разумеется, слишком либеральным, потому что, вообще-то говоря, почему только ЛГБТ, вообще-то говоря, и обычной сексуальной пропагандой можно растлить детей так, что мало не покажется. Ну, в общем, это его речь была воспринята, ну, как бы, дважды два-четыре, хорошо, что до начальства это дошло, и слава тебе Господи. У нас. А на Западе это было воспринято как демонстрация ценностной несовместимости России и Запада. Запад все понял правильно. И после этого началась война на уничтожение с нами в виде украинского майдана киевского, абсолютно русофобского, который качественно отличался от майдана четвертого года и так далее, и так далее, и так далее. Мы этого вообще благополучно не заметили. Ну, что мы живем и живем. С какой стати вдруг кто-то нас стал обращать внимание? Да будет день! Подпишись на уникальный архив канала «День». Поддержи наш проект. Ссылка в описании ролика. Ссылка в описании. День Está Cic foreign skillет. Продолжение следует...